Молодые жители края могут стать резидентами российско-китайского бизнес-инкубатора. Что это такое и какие перспективы открывает перед участниками, нам расскажет региональный координатор проекта, начальник краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Катерина, расскажите, что такое российско-китайский бизнес-инкубатор? Как давно он существует? Или, быть может, мы только к нему присоединились? Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор – это уникальная акселерационная образовательная платформа, которая позволяет молодым предпринимателям двух стран пользоваться теми ресурсами предпринимательского сообщества, которые обеспечивают их старшие товарищи, ведущие успешно бизнес на территории как своей страны, так и за рубежом конкретно российские предприниматели в Китае и наоборот. Это вообще молодежное предпринимательство – одна из очень динамично развивающихся сфер международного взаимодействия. И молодые предприниматели, лидеры в этой области, они просто задают тонн мировой экономики 21 века. И мы понимаем, что это одна из возможностей организации этого проекта, это одна из возможностей выхода наших предпринимателей в инвестиционное пространство сотрудничества двух стран на российско-китайский рынок. Этот проект появился в 2016 году, его координатором на федеральном уровне является Российский союз молодежи, а в Китайской народной республике – Всекитайская федерация молодежи. В 2016 году это был пилотный формат в Хабаровске, еще без визита в Китайскую народную республику молодые предприниматели объединились, осуществили некоторые шаги по направлению, установлению, так скажем, этого проекта. В 2017 году тема набирала оборот и тоже был достаточно пилотный год, когда уже включались партнеры из Китайской народной республики. В 2018 году Алтайский край, когда уже была заявочная кампания определена на всероссийском уровне, Алтайский край стал победителем конкурса и вошел в число участников этого проекта. Всего 10 субъектов в прошлом году от России и также 10 провинций Китайской республики участвовали. В этом году уже городов-побратимов будет по 12 с каждой стороны. И важно отметить, что этот проект, он на самом деле поддерживается на самом высоком уровне, потому что, согласно плану действий по реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской народной республикой, который подписали президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор, черным по белому прописан как одна из стратегических молодежных форм сотрудничества в области предпринимательства. Соответственно, мы получили эту возможность развивать проект. Опыт реализации в прошлом году показал, что мы действуем достаточно успешно. И в этом году мы вновь стали участниками этого проекта уже с историей масштабирования, так скажем. Ну, как можно стать резидентом этого инкубатора и что он из себя будет представлять? Где-то место встречи это будет определено? Да, безусловно, партнером в организации российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора в Алтайском крае выступает управление по предпринимательству и Алтайский государственный педагогический университет. Также в прошлом году мы с этим университетом организовывали инкубатор. Поэтому территориально образовательная акселерационная программа, которая будет проходить в этом году в сентябре, она будет проходить частично на базе университета, частично в тех предприятиях, на базе тех предприятий, которые, в общем-то, экспортно ориентированные предприятия в Алтайском крае, которые любезно при поддержке нашего управления по предпринимательству фонда, содействия малому и среднему предпринимательству нашим партнерам, будут предоставлять свои услуги и возможности для того, чтобы выстроить этот бизнес. И, соответственно, затем, после того, как в течение двух недель резиденты, приехавшие к нам из Китая, 10 человек, так же, как 10 резидентов, которые будут работать от Алтайского края в проекте, затем акселерационная программа на две недели перемещается в провинцию Цзилинь. В этом году именно эта провинция выступает нашим побратимом. В прошлом году это была провинция Гуйчжоу. И на самом деле сотрудничество продолжается. Мы выстроили очень хорошее отношение с провинцией Гуйчжоу в области туризма, здравоохранения, образования, IT-технологий. В этом году у нас, как говорится, все возможности продолжить уже успешный опыт с провинцией Цзилинь. Тем более ожидают коллеги в провинции наших предпринимателей. И сфера интересов предпринимателей, которые могут стать резидентами, заявившись, сейчас скажу, каким образом, они на самом деле очень широки. Вот эта сфера интересов – это и промышленность, это энергетика, это медицина и различные фармацевтические аспекты бизнеса. Это образование, это туризм, это спорт, это культура. Потому что опыт показывает, что богатство культур наших стран – это очень интересная и важная история, как для нашей страны, так и для наших партнеров в Китайской Народной Республике. Поэтому бизнес, как бы это, может быть, не звучало на первый взгляд удивительно, но, тем не менее, предприниматели в сфере культуры, они также могут найти свои интересы в этом проекте и заявиться. Регистрация проходит через систему АИС «Молодежь». Это федеральная платформа регистрационная во все молодежные проекты в нашей стране, которые происходят при поддержке Рост молодежи, при поддержке других федеральных партнеров. И, соответственно, личный кабинет, который каждый претендент заводит в этой системе, зайдя в свой личный кабинет, можно выбрать из перечня проектов в Российской Федерации, Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор и подать свою заявку. Наверняка желающих будет много, всего 10 человек от нас, от Китая. Вот как будут определять, кто? Да, это очень интересно. И, безусловно, это конкурс, потому что важно подчеркнуть, что участие в проекте бесплатное. А наличие вот такого высокого соглашения между нашими странами, оно обеспечивает большие возможности и поддержку всестороннюю для организации вот этого бизнеса наших резидентов. Поэтому действительно 10 человек будут отбираться по итогу анализа заявок, которые региональные эксперты, обозначенные организаторами мероприятия, будут анализировать и смотреть эти заявки. Также наши федеральные партнеры в лице Российского союза молодежи будут присоединяться к этой аналитической деятельности. И, в общем-то, вот так вот резиденты будут отобраны. Но хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы очень сильно в поддержке тех молодых предпринимателей, которые вот именно планируют развивать и инвестировать, и, может быть, экспортировать свою продукцию на китайский рынок именно из Алтайского края. Потому что 10 резидентов в каждом городе из 12 по нашей стране, да, они будут отбираться уже экспертными комиссиями в этих городах. Вы говорили, занятия начнутся в сентябре. Да. Наверняка будут приглашенные эксперты наши в Китай, Китай сюда, к нам. Безусловно. Я с огромным удовольствием скажу несколько слов о высоком уровне и о наших высоких экспертах, которые будут участвовать. Ну, сейчас идет, безусловно, процесс согласования, но в качестве примера, кто у нас в прошлом году участвовал, назову несколько фамилий. Так, например, Андрей Прохорович, он как раз является руководителем Дода Пицца в Китае. Он этот бизнес привел в Китай. Является он советником председателя китайско-российского инновационного технопарка. Он работает по взаимодействию с субъектами инновационной деятельности СНГ, китайско-российской зоны промышленного освоения высоких новых технологий. Он рассказывать будет нашим резидентам о бизнес-трендах, о тех особенностях выхода на китайский рынок, о специфике налоговой системы, работы с банковской сферой. Он расскажет о тех кейсах, которые необходимы нашей молодежи для того, чтобы как можно меньше сделать, может быть, неправильных действий, для того, чтобы более эффективно и быстро выйти на этот рынок. Кстати, этот проект, аналитика нашими федеральными партнерами проводилась по итогу проведения прошлого года, позапрошлого, выявлено, что в 10 раз становится более быстрым выход на результат именно в плане бизнес-выгоды для участников. Потому что, вот я еще раз говорю, государственная поддержка, которая есть этому проекту, она, конечно, позволяет минимизировать какие-то истории и работать непосредственно с организаторами. Пока не забыла, перебью немножко, потом вернемся как к экспертам. Какие-то уже примеры в этом смысле есть, вот удачные, что вот был человек в проект, он долго с ним мучился, жил, не знал, куда деваться, и туда вот раз. Ну, на самом деле, успешные предприниматели, как успешные предприниматели, так и стартап-проекты нашей молодежи, в том числе студенческой молодежи, они могут стать резидентами бизнес-вокубатора. А молодежь, это какой возраст? Вообще проект для людей до 35 лет, но в 10 участниках есть определенное квотирование, это 2 человека, это эксперты, имеющие уже реально действующий серьезный бизнес, которые могут выступить в качестве экспертов в акселерационной программе в Китае, допустим. Это предприниматели, которые имеют свой бизнес, но хотели бы выйти, и это 3 человека или 2, то есть будем смотреть, как же эксперты определяют. Это представители студенческой молодежи, которые имеют свои идеи, стартапы, которые хотели бы воплотить свою идею вот сразу на международной арене, то есть это возможности для амбициозных молодых ребят-предпринимателей. Вот, поэтому, в частности, и наши российские эксперты нам помогают и работают в акселерационной программе, вот назову еще фамилию Артема Жданова, он в прошлом году работал, он является директором по маркетингу компании «Ючайна», он основатель и редактор самого популярного интернет-издания о Китае на русском языке, ЭКД, и является официальным партнером международного радио Китая информационного агентства Синьхуа. То есть он как раз расскажет о личном опыте продвижения бренда в Китае, потому что наша алтайская продукция, вообще имидж региона как экологического, обладающего большим туристическим потенциалом, очень интересным с точки зрения инвестирования для Китая, вот как раз про эти аспекты Артем и в прошлом году работал, я уверена, что в этом году вновь он будет с нашими резидентами работать. Китайские коллеги какую-то заинтересованность тоже высказывали, вроде у них-то на рынок гораздо проще выйти, чем нам на их пробиться. На самом деле чувствуется, вот получается уже 4 года я в этом проекте, и чувствуется, что китайские партнеры, они заинтересованы и на свой рынок приглашать, так скажем, резидентов и предпринимателей из Российской Федерации, и также готовы экспортировать свою продукцию. Так, например, приведу просто интересный сюжет, мы были в одной из территорий, и там производится, точнее выращивается продукция, которая в Россию не экспортируется, зерна и овлевых слез, аналога, мы не знаем, такой злака, и они экспортируют эту продукцию и в Америку, и в Австралию, там, в страны Европы, но в Россию нет. Они делают из этого, из лака очень много интересных, вкусных, полезных совершенно продуктов питания и готовы выходить с этим предложением на российский рынок. То есть образовательная сфера очень интересна нашим партнерам, они хотят изучать русский язык, они готовы предлагать возможность изучения китайского языка, мы очень много работали с университетами, также они готовы включаться в совместные образовательные программы, программы по обмену, историю с двойными дипломами, и когда диплом, так скажем, котируется и учитывается на территории двух стран, университеты, когда между собой об этом договариваются, в этой части большая возможность перед нами открывается. Наши резиденты в прошлом году, например, из туристической сферы, вот царская псовая охота Кристина Карамышина, допустим, резидент прошлого года, она продолжает сейчас вести диалог с нашими партнерами в Китае. Мы были в рамках программы на предприятии, которая консолидирует и организует деятельность 500 туристических фирм провинции Гуйчжоу, и, соответственно, руководство этой компании готово выходить и обсуждать возможности обмена туристическими продуктами с нашими предпринимателями в области туризма. Это очень большой потенциал, были заключены определенные меморандумы о сотрудничестве, сейчас эту работу можно и нужно, и более того, она продолжается. Здравоохранение, например, резидент доктор-комиссаров с проектом школа массажа доктора-комиссаров, это уникальная технология, авторская для деток до одного года. Когда эта презентация проекта в Китае была осуществлена, китайские инвесторы предложили построить клинику для того, чтобы эта технология была более популярна и в Китае. Более того, они готовы были сделать это на территории двух стран, на условии мощнейшего вливания инвестиций в строительство данного медицинского кластера, я бы так сказал. Работа в этом направлении ведется. То есть все сферы промышленности, мы посещали много заводов, я уверена, что и наши предприятия этого сектора откроют свои двери, потому что есть интерес. У нас много экспортно-ориентированных организаций, которые могли бы свою продукцию поставлять на китайский рынок. Китайцы будут за. Екатерина, буквально 40 секунд у нас до завершения эфира. Как вы думаете, продолжение этому проекту будет? Безусловно, мы сейчас выходим на территорию стран ШОС и российско-узбекский молодежный бизнес-инкубатор, как и другие, будут в перспективе развиваться. Мы будем заводить их на территорию Алтайского края. Вот с Китаем уже опыт сложился, поэтому я всех приглашаю регистрировать. У нас границы продолжают расширяться, да? Безусловно, да. Это очень хорошо. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо вам большое. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политикой и реализации программ общественного развития Алтайского края. Продолжение следует...